Добрый день, леди и джентльмены! В этом выпуске мы будем рассматривать тонкие грани между красиво-здорово отпад и безвкусно-пошло-какой ужас. Как однажды сказал Джорджио Армани, быть элегантной не значит бросаться в глаза, это значит врезаться в память. Возможно, вы меня посчитаете старомодной, но я целиком и полностью поддерживаю его мнение. Итак, сегодня я вам расскажу о милых, на мой взгляд, тенденциях 2018 года. Все мы знаем, что человека в первую очередь встречают по одежке, поэтому чувство стиля сегодня очень важно. В последнее время все чаще дизайнеры используют тенденции, которые были актуальными еще в прошлом столетии. В 2018 также вступят в силу некоторые изменения. Важным критерием моды будет удобство и практичность. Главную палитру года составляют темные пудровые оттенки, тусклый темно-бирюзовый, выгоревший изумрудно-зеленый, пудровый розовый, серо-зеленый, огуречный, голубой и прочее. Лидером модных трендов станет песочный оттенок, в частности яркий желтый. Популярными будут полупрозрачные, кремовые, кофейные, серо-коричневые, натуральные, светло-коричневые и бежевые оттенки. Также модницы оценят яркие и насыщенные винные оттенки, среди них не будет приглушенных. Не обойтись в 2018 году и без джинсовых и васильковых оттенков, особенно популярны они станут в летнем гардеробе. В тренде как светлые тона, так и темно-синий цвет. Белые и серые оттенки станут апогеем нежных пастельных палитр. Зимний и ранний весенний период наполнится насыщенными голубыми серыми оттенками, летом молочные белые, а вот осенью и зимой светлые серые и белые фарфоровые. Что касается выбора ткани, то дизайнеры в 2018 году отдают предпочтение атласу и шелку. Для летних платьиц и брючных комбинаций лучшим выбором является хлопковая вискоза. Кроме этого модельеры обещают, что в тренде будет бархат. Маленькое черное платье, сарафан с тонкими бретелями и прочие изделия выглядят из такого материала романтично и богато. И конечно в тренде снова животные мотивы. Он будет присутствовать не только в одежде, но и в обуви и аксессуарах. Современные творцы эксклюзивного и прекрасного уже не знают, чем еще удивить избалованных модников. С женщинами все понятно, тут полет фантазии безграничен. И как только не перевоплощались любительницы удивлять. Но вот что касается сильного пола, тут все гораздо сложнее. Строгий костюм тройка, прямое пальто, зауженные, клешеные брюки или стиль брутального мачо. Скучно, мало разнообразия. А давайте им колготки наденем, платье, еще что-нибудь. Не только в Шотландии можно носить юбку килт. А что, длинные волосы, серьги в ушах прижились? И это войдет в норму. Создадим новую мужественность. Подумали законодательный мод, и вот родилось нечто. Создадим новую мужественность. Создадим новую мужественность. Создадим новую мужественность. Создадим новую мужественность. Залюбовались? Невольно вспомнили строки Пушкина. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. Дорогие наши мужественные и сильные мужчины, оставайтесь всегда такими, какими изначально вас создала природа. И все-таки интересно, почему шотландские горцы символом храбрости, мужества, упрямства, суровости и свободы считают килт? Как клетчатая юбка прошла путь от необходимого предмета одежды до символа независимости? Давайте заглянем в историю. Принято считать, что килт появился в Шотландии примерно в VII веке. В деревне Них находится камень с изображением человека в килте, датированный этим периодом. Первое письменное упоминание мужской юбки относится к XVI веку. Епископ Лесли в своих отчетах Папе Римскому писал, «Их одежда практична и отлично подходит для сражений. Все носят накидки одного типа. Если вспомнить о влажном климате Шотландии, то становится ясно, что в горных районах ношение брюк было непрактичным, так как ноги быстро промокали, а в килтах они быстро пересекали местность. Эта одежда отлично высыхала и была ночью вместо одеяла». Стоит отметить, что поначалу только жители горных районов страны предпочитали брюком килт. Различают два вида килтов – большой и малый. Первый представляет собой большое шерстяное полотно, которое драпируется вокруг талии, закрепляется ремнем и перекидывается через плечо. Облегченный вариант типа килт, то есть без верха, появился в XVIII веке, когда рабочим на производстве стал мешать лишний кусок ткани. Само слово «килт» переводится с древнеисландского как «складчатый». Он изготавливается из тартана – шерстяной ткани с цветными, пересекающимися линиями, образующими известную клетку. Каждый клан имел свою разновидность рисунка на ткани, что позволяло жителям сразу определять, откуда к ним явились чужаки. Также к килту прилагается небольшая сумочка для личных вещей – спаран. Настоящие горцы с килтом носят за правым чулком нож – скин-ду. Если нож расположен с внешней стороны гольфа, спереди, то это означало объявление войны. По традиции горцы отправлялись на войну в килтах, но при необходимости могли их и снять. В августе 1645 года в ходе битвы шотландцы скинули с себя юбки и разгромили превосходящего в два раза врага. Стоит отметить, что тогда не было понятия нижнего белья. Остается только гадать, от чего пал противник – от свирепости горцев или их внешнего вида. Килт также считается символом свободы. В XVIII веке английское правительство лишило Шотландию независимости и, среди прочего, обязало население носить брюки. Горцы, в свою очередь, продолжали ходить в килтах, а штаны носили с собой, натянутые на палках. Тогда власти и вовсе приняли закон, запрещающий ношение килтов. За ослушание жителям грозило шестимесячное тюремное заключение, а за повторное – ссылка в колонии на 7 лет. Но всех выслать не удалось, а высшие круги знати Шотландии в знак протеста продолжали носить клетчатое облачение. Сегодня килт считается неотъемлемой частью культуры Шотландии. Ее жители гордятся этой одеждой и возмущаются, когда килт называют юбкой. Раз уж тема пошла о юбках, я решила вам показать, как можно в домашних условиях старенькую трикотажную юбку превратить в модную и интересную. Помните фото с показом «От-2018»? Нравится идея? Вы можете себе сделать такую же самостоятельно. И это несложно. Мастер-класс, который я нашла в интернете, тому доказательство. Мастер-класс, который я нашла в интернете, который я нашла в интернете. Мастер-класс, 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 который я нашла в интернете. Напоминаю вам, дорогие рукодельницы, что вы также можете поделиться с нами интересными советами по переделке бывших в употреблении вещей или по созданию стильных аксессуаров. Ваши идеи мы обязательно покажем в программе «Формула стиля». Для этого отправляйте фото или видео на адрес нашей электронной почты, которую вы видите на экране, с пометкой «Формула стиля». Наталья Набока прислала нам видео-мастер-класс из города Азов Ростовской области, в котором поделилась навыками плетения оригинальных украшений из бусин и бисера. Давайте посмотрим. Всем привет! Специально для передачи «Формула стиля» я решила снять очень легкий мастер-класс по изготовлению ажурного колье из жемчужных бусин. Этот мастер-класс покажет, что быть оригинальной очень просто. На создание вот такого колье у меня ушло чуть больше часа. Также хочу добавить, что размеры бусин и цвета можно подбирать на свое усмотрение. Например, сочетание белых бусин с черными будет не менее красиво. Итак, приступим! Для того, чтобы сплести колье, нам понадобится бусины жемчужные размером 2 мм, 4 мм, 6 мм, ножницы, леска, цепочка, два колечка и застежка. Берем леску приблизительно 2 м, закрепляем бусину 2 мм так, как показано у меня на рисунке и оставляем с левой стороны небольшой хвостик. После того, как мы закрепили первую бусину, мы надеваем бусины в следующем порядке. Через каждые бусины по 2 мм, их у нас будет по 3 штуки, мы чередуем бусины таких размеров 4 мм, 6 мм, 4 мм и 6 мм, так, как показано у меня на рисунке. В итоге у нас должно получиться 19 бусин. После этого одеваем 3 бусины по 2 мм, 1 бусину 4 мм, снова 3 бусины по 2 мм и продеваем через бусину 6 мм, так, чтобы образовалась петелька. Затягиваем и продолжаем плести, надевая бусины по нашей схеме. Чередуя, через каждые 3 бусины 2 мм, мы одеваем бусину 4 мм, затем 3 бусины по 2 мм, 1 бусину 6 мм, 3 бусины 2 мм и продеваем через верхнюю бусину 4 мм, образуя петельку. Так продолжаем плести несколько рядов. Мое колье готово. У меня получилось 21 петелька. После окончания работы с обоих концов я одела по колечку, леску хорошенечко закрепила, концы опалила, надела цепочку и застежку. Надеюсь, мой мастер-класс был очень легкий и доступный. Желаю всем удачи! Будьте оригинальны! Субтитры сделал DimaTorzok На мой взгляд, очень даже симпатичненько получается. Уверена, что подобные аксессуары освежат ваш образ и придадут ему элегантности. Дорогие представительницы слабого пола, помните, женщина свободна и поэтому непозволительно предписывать ей, что носить. Одежда должна быть подчинена ее личности, а не наоборот. Так считал знаменитый французский модельер и в Сеф-Лоран. И с этим его утверждением не поспоришь. Остается только развивать свой вкус, учиться и оставаться стильной при любых жизненных обстоятельствах. Смотрите нашу программу, и вы всегда сможете подчеркнуть для себя что-то полезное. Новый выпуск «Формулы стиля» будет выходить каждое третье воскресенье месяца. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова